Судьба творческого наследия броневского художника Ивана Малинина, малаховские этюды Алексея Саладина, коллекции нумизматики Раменской историко-художественного музея. Вот некоторые темы, которые были представлены докладчиками в рамках районно-краеведческой научно-практической конференции. В этом году встреча проходила в новом формате. Ее участниками стали представители общественности и сотрудники музеев региона. И предыдущие конференции мы делали в основном своим составом музейных сотрудников и презентовали на школьно-студенческую аудиторию. В этом году меняется формат конференции и вовлекается музейное сообщество, историки, краеведы, люди, которые занимаются вплотную исследованиями и изучением истории родного края. Пласт территориальный, который охвачен, в этом году это в основном Броньский уезд, исторически сложившийся регион. В перспективе мы планируем охватить Юго-Восток Подмосковья, чтобы у нас были участники именно вот этого направления. 16 выступающих представили свои проекты, были собраны и исследованы материалы, которые ранее не освещались. Конференция направлена на сохранение исторического наследия родного края, изучение его уникальности. Конференцию мы готовили очень давно, был сделан жесткий рекламент, и выступающие выступали очень короткое время, но очень емко. Были озвучены основные идеи, тезисы доклада, а публикация этих докладов будет, конечно, более подробной в сборнике. Работа участников конференции найдут свое отражение в сборнике, который будет доступен всем желающим изучить более подробную историю родного края. Хочу поблагодарить всех докладчиков. Как же здорово, что есть музеи, что есть такие люди неравнодушные к истории своей родины и в большом, в широком смысле, и вот действительно к тем местам, в которых мы живем. Потому что мы порой не замечаем прелести, если в родном крае. Вот сегодня последний доклад, да, казалось бы, о парке, и об этом центре города, в котором я хожу каждый день. В парк, в который я с рабочими моментами прихожу, наверное, раз в неделю, провожу эти мероприятия на площади Победы. Но для меня сегодня как-то совершенно по-новому открылась эта тропа и захотелось еще раз прийти в парк и обратить внимание действительно на этих белых, которые пробегают иногда через дорогу, посмотреть, а действительно поднять голову, какие же там деревья растут, и еще раз действительно отгоняться в ту давнюю историю и вспомнить, из чего все это начиналось. Ирина Гусева, Алексей Гущин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...